Всем привет, мои хорошие! Мы с Твиксиком начинаем новый влог. Сегодня я с девчонками иду на боулинг и вас беру с собой. И, естественно, я опаздываю. У меня паника. Как любимый ты, маскируя тушь после солнца. Он просто не может в жизни мне скориться. Мальчик, а ты, прячем вязать, пусть он танцует. Макияж у меня уже готов. Надо что-то решить с волосами, потому что волосы мокрые. Быстренько надо их высушить. И я сегодня хочу надеть что-то новенькое из своего последнего заказа. Хотя на улице достаточно жарко, там есть одна рубашка, можно надеть ее. Сверху я, в принципе, определилась. Это вот эта рубашка из моего заказа. Если вы не смотрели мою распаковку, обязательно посмотрите. Очень много вещей интересных я заказала. Сверху у нас будет рубашка, а снизу вот этот мой любимый белый кроп, который тоже, по-моему, шейный. Так как мы с вами опаздываем, я, пожалуй, надену джинсы, которые висят у меня в шкафу и которые уже поглажены. Пару джинсов, кстати, вчера я погладила и повесила, чтобы в таких экстренных случаях быстро не гладить. А вот эти джинсы, я их люблю. Ой, сейчас надену. И вот такой образ у меня получился. Там джинсы, рубашечка и здесь кроп. Я заметила одну особенность, что некоторых прям триггерит тот момент, что я покупаю какие-то вещи, а потом их не ношу. Так вот, ради вас специально, special for you, я надеваю вещи, которые заказала в последнем заказе. Вот такие невероятно крутые сережки с сердечками и такими жемчужинами. Очень нежно смотрятся и, мне кажется, подойдет под мой образ. Не знаю, смогу ли я сейчас быстренько застегнуть. Обожаю этот кулончик с розовым камушком. Это такой ключик на невероятно тоненькой цепочке. Это золото 585-е проба. Под сегодняшний мой образ, я думаю, подойдет идеально. Теперь самое сложное нужно застегнуть. Я всегда, когда прошу маму застегнуть, ей еще сложнее, чем мне. Не знаю почему, но у нее не получается прям конкретно застегивать украшения. Поэтому приходится это делать самой. Делаю я это вслепую с длинными ногтями. Аллилуйя! На удивление, очень быстро застегнула. Дальше выбираем колечки. Я очень люблю вот это кольцо. Мне надо сделать коррекцию, так что не обращайте внимания на мои ноготочки. Оп! Короче, я выбрала два кольца. Одно вот такой альянс без ничего и с висюлькой. Кстати, вот я думала, что я опаздываю, но на самом деле я абсолютно все успела. И сейчас спокойно сажусь в машину и еду. Мне еще час. Под мой образ идеально подойдет вот эта сумочка от iDOM. Сюда же отправляю миниатюрную расческу. Карандаш и помаду. Кстати, у меня нет миниатюрного зеркальца. Надо бы прикупить. Обязательно телефончик. И пока что все. На боулинге так-то обувь дают. Но я решила пойти в своих кроссовках с розовой ленточкой. Я думаю, под мой обувь будет сочетаться идеально. Еще не забываем про подарочки для девчонок. Я вам в предыдущем влоге подробно показывала, что же здесь для каждой я положила. Очень надеюсь, что им понравится. По крайней мере, я выбирала честно от души и пыталась угодить. А дальше уже не знаю. В качестве аромата буду использовать Versace Versace. Теперь пьяный по твоей дне. Ты царица. Один взгляд. И лютый холод по спине. Он просто не может тебя не разбавляться. Мальчик-попыл. Что? Он в последнее время меня смотрит, как на больную. Гера царица. Вот этот образ классный, да, вам эти кроссовки? Да. Да? Да. Точно? Точно. А почему так? Потянусь, да? Она схема знает. Ключки от моей ласточки. Вроде все успеваю. Все отлично. Единственное, сегодня с утра ни одной истории не сняла для Инстаграма. Ну что поделать. У меня столько контента, который нужно монтировать. И на ближайшие четыре дня выставлять. И Шейн доставка, и блог сняла, и два мукбанка готовых. Даже не успеваю комментарии читать. Но вы пишите, я обязательно вечером приду. И почитаю все ваши комментарии. Сережки как никогда кстати. Посмотрите, какие красивые. Ну что, я поехала. Удачи мне. Настроение просто отлично. Смотря на все эти моменты. Не знаю, я внутри, мне кажется, в последнее время просто цвету и пахну. Приехала я как раз вовремя. В пробки не попала. Подарок Нармины я решила взять с собой. А Самирин пока что оставить в машине. Боулинг есть у нас в разных моллах. Но мы решили пойти в Деннисмол. Потому что рядом бульвар. Можно будет после боулинга еще немного погулять. Обычно в выходные на этой парковке бывает очень много машин. Но как вы видите, сегодня просто пусто. Я почему-то из моллов больше всего люблю Деннисмол. Не знаю, это связано с тем, что он самый новый. Он мне как будто родной. Нармина уже была на месте. Она приехала чуток пораньше. Я ей вручила ее презент. Пока мы ждали Самиру, мы уже все рассмотрели, что там есть. Ей понравились эти заколки. Потому что именно их она искала. Кстати, под свадебным влогом все писали комплименты касательно оттенка загара Нармины. Действительно, она выглядит в этом плане просто шикарно. Каждый раз, когда я ее вижу, я понимаю, что надо идти в солярий. Мы никак не могли определиться, кто что будет кушать. Потому что Самира, например, была не голодная. Я решила оторваться по полной и заказать роллы от Папа Джонс. Нармина остановила свой выбор на Макдональдсе. А Самира сказала, что она не голодная. Поэтому взяла себе всего лишь один кофе. Мы съели прямо в моле. В этом есть, конечно, и свои плюсы. Можно выбрать еду из разных заведений. Например, съесть вместе. Но, с другой стороны, здесь такой шум. Гам. Это я не очень люблю. На мое удивление, Нармина взяла бургер с рыбкой. Он сравнительно недавно появился в меню Макдональдса. И я даже снимала мукбанг. Я когда его пробовала, он мне не очень понравился. Я думала, что, скорее всего, в меню Макдональдса он будет временно. И, скорее всего, его выведут. Но, как оказалось, я ошибалась. Дома я плотно покушала. Поэтому я была не сильно голодная. Но я была с надеждой, что девчонки мне помогут это все дело умять. Но, к сожалению, эти предательницы мне не помогли. И пришлось мне все это съесть одной. Задача была достаточно сложной. Но, как вы и предполагаете, я справилась. Так как Нармина и Самира были ранее не знакомы, я предполагала, что разговор не совсем будет клеиться и так далее. Но такого не было. Все было просто замечательно. Они чисто общались, а я чисто просто поедала все, что я заказала. Если вы не пробовали эти роллы от Папы Джонса, обязательно попробуйте. Они действительно очень вкусные. Заказываю их не в первый раз. И всегда остаюсь очень довольна. Ну, а дальше, естественно, боулинг. Кстати, в Геншрик Моле боулинг стоит дешевле. Так вам на заметку. Полчаса игры 35 монат. Игра рассчитана на 3 человека. Час игры 60 монат на 5-6 человек. Или же просто можно взять одну игру из каждого человека по 15 монат. Но зато вы можете играть, например, долго. И не торопиться, что время закончится. Нам выдали обувь. Я взяла 37 размер. Естественно, обувь входит в стоимость. Также вам дают одноразовые бахилы. Эти бахилы вы надеваете поверх ваших носков. А затем уже надеваете обувь. Что касается тарифа, мы решили выбрать по 15 монат с каждого человека. И неограниченное время. То есть, одну игру мы играем. Но можем играть, например, долго. Этот вариант предложила Самира. И, кстати, не прогадала. Мы играли где-то 40 минут. И играли всего одну игру. Получается, если бы мы взяли тариф 30 минут. И играли бы одну игру с такой же скоростью, как мы играли в этом случае. То нам бы этого времени не хватило. Короче, я надеюсь, что я вас в конец не запутала. И вы хоть что-то поняли. Когда мы только начали играть, зал был абсолютно пуст. И были только мы. Но потом все почти полосы были заняты. У меня почему-то всегда боулинг ассоциировался с игрой компании. То есть, вдвоем пойти на боулинг. У меня просто в голове это не укладывалось. Но очень много парочек было. Парень с девушкой. Приходили, играли. И было им тоже очень весело. Еще один момент, который мы не учли. Но вы можете. Оказывается, здесь также функционирует параллельно еще и ресторан. То есть, есть столик, стульчики. То есть, вы можете играть и параллельно еще кушать. А мы решили покушать в другом месте, не подумав об этом. Как вы видите, в боулинге мы не профессионалы. Далеко не профессионал. Но этого ни в коем случае нельзя стесняться. Не надо расстраивать. Даже если за соседние полосы играют два профессионала и постоянно бьют страйки. Ничего страшного. Комплексовать не нужно. А я, естественно, опять не попала. Просто победитель по жизни. Вам со стороны может показаться, господи, как они ужасно играют. Но мы просто каждый бросок не снимали. И не знаю, поверите вы или нет. Но каждый раз, когда действительно получалось что-то, оказывалось, что я не взяла в руки телефон и не засняла этот момент. Самое главное, мы очень круто провели время. Было безумно весело, смешно. Классно коммуницировали втроем. И даже мы с Самирой предложили Нармин поехать вместе с нами в Европу. Не знаю, правда, одобрят ли нам визу. Как раз таки завтра мы идем решать эти вопросы. И, возможно, завтра тоже я буду снимать для вас влог. Вот, кстати, посмотрите. Парень с девушкой играют в боулинг вдвоем. Им очень весело и круто вместе. Если вы так же, как и я, думали, что боулинг это игра чисто компанейская, то ничего подобного. Единственный минус, который я могу отметить. Когда мы заходили в боулинг, там стоял знак, что со своей едой и со своими напитками нельзя. Правда, у меня была кола с собой, и мне никто ничего не сказал. Но все равно я считаю, что это не совсем правильно. Я плачу чисто за боулинг отдельно деньги, и я не обязана покупать еду именно у вас. Может быть, мне нравится мак, или, например, мне захотелось наггетсов, или чего-то особенного. Одно дело, ты приходишь в ресторан со своей едой и пачкаешь их тарелки. Это, конечно, другое дело. Но, например, когда ты идешь в кино, ты спокойно можешь выбрать любое место, где ты купишь себе напиток, и заходить со своим напитком. То же самое касательно и еды. В кино ты можешь взять любую еду, которая тебе нравится. Ведь ты же платишь отдельные деньги непосредственно за сеанс. Лично я рассуждаю так и считаю правильным так. А как считаете вы, обязательно пишите в комментариях. Будет интересно почитать. А в остальном все было просто замечательно, обувь была удобная, и, как вы видите, естественно, Айка выиграла. А вообще я часто не прислушиваюсь ваших комментариев, хотя вы даете дельные советы. Сколько можно сидеть дома, надо куда-то ходить, как-то интересно проводить время. Согласна с вами полностью. Мы запланировали уже и картинг, и выбрали место для квеста. В общем, в ближайшее время все эти места надо посетить, и по возможности буду снимать для вас контент. Погода была замечательная, поэтому домой вообще не хотелось. И мы еще прогулялись по бульвару, сделали классные кадры. Вот Нармина меня фотографирует. Кстати, фотографию уже у меня в Инстаграме. Обязательно заходите. Не забывайте подписываться на мой Инстаграм, потому что именно там моя жизнь в лайв-режиме, а влоги выходят немножко попозже. На удивление, при такой прекрасной погоде не было людей особо, гуляющих по городу, а очень зря. Выходите, гуляйте, пока погода хорошая. Не берите пример с меня и не сидите дома. Как раз, кстати, тут строят новые здания с видом прямо на море. Просто шик и мечта. Но цены, конечно, запредельные. Нармина, кстати, вытащила из своей сумки один блеск, чтобы накрасить губы. Я просто была в шоке, сколько всего интересного у нее в сумке. Вот такой блеск от Luxe Visage. Блеск, который я подарила от Belour Design. От Top Face. Кстати, я хочу что-то из косметики. Top Face попробовать. Надо как-нибудь в следующем влоге обязательно купить что-то у них. Гуляя здесь, не забывайте брать с собой какой-то корм, потому что здесь есть котики. Правда, они выглядят очень холеные. Видно, что их кормят, за ними ухаживают, но все же берите с собой вкусняшки. А мы тут вспомнили, что в пакете у Нармины есть пачка роял-канин. Меня просто прорвало на смех от взгляда женщины, которая смотрела на нас, как одна кормит кошку, а две другие быстро все это снимают. Она так посмотрела на нас с такой дикостью. Ну, а я поехала домой, а значит, нам пришло время с вами попрощаться. Огромное спасибо вам за просмотр.